Уникальный парковый комплекс, построенный в 2011 году, стал одной из главных визитных карточек Шимкента, соединяющей историю старого и нового города. В его открытии участие принимал сам Нурсултан Абишевич Назарбаев. И вот теперь лично из рук президента коллектив авторов историка монументального паркового комплекса Оскар Морзахметов, Бахаджан Шарбаев, Насар Рустемов, Амирхан Шуменов и Нурлыжан Букибаев получат высокую государственную награду. Еще несколько дней назад главный архитектор области Бахаджан Шарбаев только мечтал о том, что государственная премия достанется команде из Южного Казахстана. Коллективы двух монументальных сооружений, возможно, отметят государственными наградами. Это парк независимости в Южно-Казахстанской области и метрополитен в Алматы. Именно эти объекты комиссия выдвинула на соискание премии в 2014 году. Точный список обладателей госпремии стал известен лишь сегодня. Он появился на сайте Аккорды утром и уже разлетелся по интернет-порталам. Пользователи сайта «Утрар.Кезет» и других интернет-ресурсов активно комментируют и поздравляют творческую команду с присужденной наградой. Южно-Казахстанские архитекторы молодцы. Так держать. Ваши труды достойны высших наград. Поздравляю от души. Молодцы. Поздравляем. В этом году парку независимости исполнилось три года. На строительство этого объекта было затрачено 680 миллионов тенге. Из них свыше 300 миллионов вложили местные бизнесмены. Строительство парка шло ударными темпами и было закончено всего за полгода. «Корда Баса» – это сложный проект, во-первых. Идея была Акимова области. Он только когда приехал, а тут стоял троллейбусный какой-то стол кривой, если вы помните. Очень был запущен площадь. И он впервые нам доверил, говорит, ну попробуйте, сделайте что-нибудь интересное. Вот когда с предложением мы выходили, он подправлял, где-то подсказывал, что-то ему нравилось, что-то не нравилось. Отсеивали. А комплексный вообще мыслило, не мы. Мы не знали, что здесь в Ордобасе сначала, мы же с Ордобасы начали. Сделали памятник с бахтом, там фонтаны, все это когда поставили. На второй план, когда он мост сказал, мы что-то не поняли. Мост для чего? Он говорит, новую историю, говорит, хочу объединиться со старым городищем. Сегодня это любимое место отдыха десятков горожан. Здесь всегда многолюдно. Пенсионерка Бутагош Шалатаева в парке независимости гуляет каждый день. Здесь женщина вспоминает свою молодость и рассказывает историю становления независимого Казахстана своим внукам. Шымкент очень сильно изменился. Когда мы были молодыми, бегали сюда с подружками, сидели в тени, смотрели на самолет, который перевезли сейчас в парк Абая. Я даже и представить не могла, что когда-то здесь будет такая красота. Гожусь своим городом и людьми, которые придумали этот уникальный архитектурный ансамбль. Ключевым монументом в парке независимости стала восьмиметровая фигура женщины. Монумент Джер-Ана, или Мать-Земля, символизирует свободу и независимость казахского народа. Воздвигнутый на 24-метровой трехгранной стели памятник расположился на пересечении трех улиц, носящие имена известных биев, положивших основу единения казахского народа – Толи-Би, Казыбек-Би и Айтики-Би. Как ожидается, 15 декабря в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости, президент Казахстана вручит государственные премии в Астане. Пять наших соотечественников получат награду из рук президента страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова